А вот и еще один тайник Ну спускайся уж, ничего тебе эта мышь не сделает Знаю, только все равно боюсь Нет, так у меня ничего не получится Так и знал Ну спускайся уж, ничего тебе эта мышь не сделает Знаю, только все равно боюсь Субтитры сделал DimaTorzok Как и знал, что из этого ничего не выйдет Ну чего, не надумал насчет балалайки-то? Да нет пока Теперь я понимаю, почему в Киеве на базаре шиш-балалайку приличную найдешь Имя оказывается в Китае торгую Не... Не... Как и знал Что-то я Как и знал Прекрасная дева, грациозно плывусь и в танцы Да, это именно то, что меня вдохновит Теперь я Ну чего, не надумал? Да не... Что-то так из... Мудрее нашего имени. Да что это? Пойду прогуляюсь, что ли? Может, чего в голову придет на свежем воздухе? Ну, Алёна, сама она просилась. А-а-а! Помогите, мышь! Ну, вот, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. А скажи-ка мне, красная девица, могла бы ты для одного поэта вдохновением стать? Да вот еще. Мне в Китае надо бы на, а не глупостями заниматься. Так ведь я потому и прошу, ежели на него вдохновение снизойдет, он поэму напишет и нас за ворота пропустят. А, ну тогда запросто. Показывайте, где этот поэт ваш. Сейчас его мигом вдохновлю. Показывайте, где этот поэт ваш. Сейчас его мигом вдохновлю. О, вот она, прекрасная дева. Мое вдохновение у заблисака. Спляшись, Зо, прекрасная. Аленка, ну спляши ты ему, а то всю жизнь под этой стеной просиди. Вот незадача-то. Теперь я пони... Что ты... Ну чего, не надумал насчет балалайки-то? А вот и надумал. Продай мне балалайку, бабушка. Да хоть сейчас забирай. Сто золотых всего. Вот. Деньги за балалайку, бабушка. Спасибо тебе, богатырь. Играй на здоровечко. Хотел я тебя, Аленка, подыграть. Да не могу. Пальцы, видишь, у меня для музыки неподходящие. По две струны за раз нажимаю. Напишешь поэму, пройдешь в Китай. Не напишешь, тут сиди. Так и знал, что из... Ну-ка, служивый, сыграй что-нибудь. Да только повеселее. Сейчас попробую. Ну, в общем, сойдет, музычка. Хвала небесам! Ко мне пришло вдохновение! Где моя бумага? Вот, молодой человек, это лучшее, что я когда-нибудь затенял. Вот тут еще один вариант. Поэма «Крокодиловые слезы». Надеюсь, этот не такой плохой, как предыдущий. Эээээ... Вижу берег реки Хуанхэ. Рыжий берег с полосками ила. Твоих ножек следы на песке. Рядом с ними следы крокодила. Хоть тебя я не встречу нигде. Хоть любви я твоей не изъедал. Но я смело спускаюсь к воде. Риска нет. Крокодил пообедал. Замечательно. Я сейчас расплачусь. Нужно будет протест от моей возлюбленной Цинь. Ты великий поэт, тюзостранец. Проходи. Добро позаловать в Китай. Вот так бы и раньше. Теперь найдем вашего императора, да потолкуем. До чего на нее пялится. Все, что нужно, я уже прочел. Спасибо тебе, богатыр. Пожалуйста, не мешай мне. Мое вдохновение вот-вот выйдет. Ну, за стену мы с тобой прошли. А вот где тут императора искать? Ну, это, Добрый Никитич, дело техники. Язык, как говорится, до Киева доведет. А до императора? Ну, или до императора. Надо только правильные вопросы задавать. Продолжение следует...